Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска в студии Тимур Туманов. К темам дня. Не только внуки, но и личное время, а также способы его заполнить в Альметьевске прошел пленум Совета ветеранов. Посидеть с ребенком, сходить в магазин, но пенсионерам должно быть личное время. Чтобы правильно воспитать ребенка, надо правильно воспитывать родителей. В Управлении соцзащиты прошла встреча с родителями из проблемных семей. Затем в трудах пишут, что воспитание начинается как раз в семье. Удачно пошутить? Это вам не шутки. В Альметьевске стартовал сезон Республиканской лиги КВН. Очень понравились шуточки ребят. Спорт, искусство и новые знания. Именно это должно стать точками приложения сил для людей на пенсии, считает Совет ветеранов Альметьевского района. И поэтому в своей работе упор делает на повышение качества жизни пожилых. Совет объединяет 102 первичных ветеранских организаций. Как они взаимодействуют и удается ли городскому ветеранскому активу сделать жизнь пенсионеров ярче? Об этом шла речь на пленуме Совета ветеранов. В Альметьевском районе более 48 тысяч пенсионеров. Каждый из них в свое время трудился на благо родного города и республики. И теперь на заслуженном отдыхе заботу о них проявляют их первичные ветеранские организации. Они стараются не только обеспечить ветеранам комфортную жизнь, но и сделать ее интересной. Пенсионеров в Нефтеграде можно увидеть практически на всех культурных и спортивных мероприятиях города. Они занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи, участвуют в художественной самодеятельности, занимаются спортом, повышают компьютерную грамотность и ездят на экскурсии. Они активны и полны сил. Понятно, что на пенсионеры семьи сваливают самые такие тяжелые вопросы. Это значит посидеть с ребенком, сходить в магазин, но у пенсионера должно быть личное время. И мы стараемся это личное время заниматься с ним, и чтобы он повышал свой уровень. Многие сегодня уже освоили интернет, да вы знаете, и многие ходят на английский язык. Среди нынешних пенсионеров все еще живы свидетели Великой Отечественной войны. Участники – труженики тыла и дети войны. К ним всегда особое отношение. Фатима Яхина – сама участник войны. На фронте была зенитчицей, воевала с фашистами в войсках противовоздушной обороны. Больше 30 лет она сама занималась активной ветеранской работой. Там пригласили однажды председателя. Мы пришли. Однополщина, три подружки пришли. И вот она, давай девчонки, приходите. Мы встали еще, не работали, на пенсии не были, еще работали. Ну вот, заботиться о ветеранах войны, о тружениках тыла. Вот задача. Улучшить жизнь. Вот вопрос какой стоял. Спорт также плотно вошел в жизнь многих пенсионеров. В спортивно-массовых мероприятиях района участвуют свыше 6 тысяч пенсионеров. Еще в 2017 году эта цифра была вдвое меньше. Открыто 9 физкультурно-оздоровительных клубов, в которых ведется работа с пенсионерами. Предоставляется городом бассейн для плавания. Работают прокаты бесплатные. Это скандинавских палок, велосипедов. Еще летний период начинается. В планах у Совета ветеранов продолжать работу по социальной защите пенсионеров. Не за горой и День Победы. В связи с праздником тоже запланирована масса мероприятий. И, конечно же, одна из главных целей – не снижать достигнутых результатов, а наоборот – повышать планку. Татьяна Леонтьева, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. На учете выделения социальной помощи семье и детям в Альметьевске состоит 246 неблаговолучных семей. Это малоимущие, многодетные и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Как правило, все они испытывают проблемы в воспитании своих детей. Как добиться от ребенка правильного поведения и какой пример важно подавать самому. Ответы на эти вопросы родители смогли получить на встрече в отделении социальной защиты. В беседе приняли участие сотрудники музея имени Резы Фахредина. Воспитание, полученное в детстве, впоследствиях не в силах изменить даже все народы мира. Так звучит тема встречи с семьями, которые испытывают проблемы с воспитанием своих детей. Поговорить с ними приехали гости из мемориального музея имени Резы Фахредина. Они рассказали, как на эту проблему смотрел выдающийся просветитель и какое наставление оставил. Резатин Фахредин в трудах пишет, что воспитание начинается как раз в семье и воспитание зарождается воспитанием. То есть для того, чтобы у нас общество было целенаправленно эрудированным, воспитанным и образованным, надо в первую очередь быть всем нам воспитанным. И мы думаем, что прививая вот это наставление Резы Фахредина в население, все больше говоря об этом и рассказывая, популяризируя личность Резы Фахредина и его труды, мы больше будем стараться для того, чтобы у нас все стало людей все лучше и лучше. Слушатели получили немало полезной информации о правильном воспитании и укреплении семейных отношений. Они узнали, как эти вопросы решались в прошлом, а также им рассказали, как выстроить отношения с ребенком, чтобы он всегда чувствовал себя нужным. Если не будет между детьми и родителями доверие, уже дети будут скрыты, они сами по себе. Я, например, для себя даже очень много узнала в плане, как воспитывалось прошлое поколение, поколение наших родителей и наше, в частности, тоже поколение, ну и как мы воспитываем наших детей. Всю себя отдаю детям, и поэтому больше любви надо, больше внимания надо детям уделять. Сейчас на учете выделения социальной помощи семьи и детям состоит 246 неблагополучных семей. Органы социальной защиты оказывают им различные меры поддержки. Это помогает проблемным семьям стать более благополучными. Татьяна Леонтьева, Ангелина Хабибулина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ. К происшествиям. 10 апреля в 14 часов 20 минут напротив дома номер 68 по проспекту строителей водитель автомобиля Volkswagen Polo, по предварительным данным, двигаясь вдоль дома, наехал на 8-летнего ребенка. В результате ДТП пострадавший доставлен в медсанчасть. В Альметьевске прошел отборочный этап 7-го международного инженерного чемпионата Case In. Каждый год его участниками становятся студенты технических вузов со всей страны. Будущие инженеры должны решить кейс. Это практическая задача. Как правило, она привязана к реальному производственному объекту и составляется совместно с ведущими отраслевыми компаниями страны. Елена Марданшина о том, что сделала новый сезон чемпионата, не похожим на все предыдущие. Здравствуйте. Дорогие присутствующие эксперты. Ведетально выступает команда «Нонстоп». 16 команд, 72 участника. В очередной раз Альметьевск принимает участие в международном инженерном чемпионате Case In. Это отборочный этап. Его испытания проходят на базе Альметьевского государственного нефтяного института. Студенты представили свои проекты по направлению нефтегазовое дело и электроэнергетика. Суть такова. Команды должны выполнить решение кейса. Это производственная задача из жизни, о реальном объекте, с настоящими данными. Будущие инженеры получили задание всего 10 дней назад. Сегодня перед экспертами они должны защитить проект решения. С решением кейса мы, конечно же, справились. Может быть, где-то есть не совсем полный и развернутый ответ, потому что не хватало информации. На кейс дается определенное количество информации всем. И у нее нет как бы одного верного решения или неверного полностью решения. То есть интересно было послушать решения других участников, сравнивать со своим. Тема нового сезона – цифровая трансформация. То есть в работе нужно задействовать гаджеты, учитывать тот момент, как современные технологии смогут улучшить работу. Сейчас очень популярная тематика – это моделирование. То есть все процессы, которые рекомендуют применять на месторождении, они проходят даже перед опытно-промышленными работами сначала стадию моделирования. На компьютерах, на гидродинамических моделях моделируют ситуацию, как она себя поведет. Большое количество данных забивается, как она себя поведет по мудрированию. Затем уже применяют на скважинах, в реальных условиях. Уже семь лет подряд чемпионат Кейс-Ин становится грандиозным интеллектуальным сражением и одним из крупнейших молодежных инженерных соревнований. Его участники – студенты технических вузов. Но новый сезон стал прорывным. Проект вошел в платформу «Россия – страна возможностей» и созданную по указу президента России Владимира Путина. Платформа объединяет 16 проектов, которые помогают самореализоваться талантливой молодежи. Участие в новом сезоне принимают более 5000 студентов из более чем 50 российских вузов и стран ближнего зарубежья. Участие дает бесценный опыт решения производственных задач, развития навыков надпрофессиональных. Они учатся выступать, они учатся говорить, они учатся работать в команде. То есть они развивают компетенции, которые в любом случае им пригодятся в любой сфере, в любой своей деятельности на протяжении всей жизни. Поэтому в первую очередь они получают опыт. Подведение итогов еще не финал. Командам-победителям предстоит защита кейсов в финале чемпионата. Он пройдет в мае в Москве. Елена Морданшина, Тимур Туманов, Ильшат Бахтиев, Альметиск ТВ. В истории КВН в нашем городе открыта новая страница. Альметиск впервые принял у себя республиканскую лигу КВН «АЛГА». Более того, весь сезон лиги будет проходить в нашем городе. А первая игра стартовала 9 апреля. На сцене Дворца культуры Невче встретились веселые и находчивые участники игры КВН из разных городов Татарстана. Мы начинаем КВН! Лига КВН «АЛГА» появилась в 2018 году путем слияния студенческой и премьер-лиги. Сейчас «АЛГА» – это вторая по значимости лига в республике. 9 команд участников из Елабуги, Набережных Челнов, Багульмы, Казани и Альметиска представили жителям и гостям Нефтеграда номера, в которых шутили про любовь и дружбу, и, конечно, студенческую жизнь. Жюри оценивало их выступления в двух конкурсах – приветствие и музыкальный номер. Она – меланхоличная часть нашей команды. Ну, чтобы вы понимали, когда Аделя красится, ее карандаш красным цветом подчеркивает, как ошибку. КВН – это не просто юмористические выступления. Это демонстрация актерского мастерства, вокала, хореографии и, конечно, способности оригинально мыслить в нестандартных ситуациях. В него играют смелые, энергичные и, главное, дружные команды-участники. О том, что КВН – это не шутки, а серьезный труд, обычному зрителю знать совсем не обязательно. Точнее, они даже не должны об этом догадываться. Для них игра – это праздник и смех. Так и получилось. Зал «Тепло» принимал выступления всех команд, а те старались удивить зал своими шутками и артистизмом. Команда сборной «Бугульмы» обыграла на сцене ситуацию, когда заболел педагог английского языка, и его заменяет учитель музыки. Давайте доставайте дяфтер, тетрадь, рушку. Сейчас будем писать английские песни. Целоват, Владыч, я не успеваю. И у тебя уж всегда так. Давай включай билетус, сейчас песню скину. Нереально крутые эмоции. Ребята стараются, создают какие-то истории, миниатюры на сцене и искренне подают их в зал. А зал дает им отдачу в виде аплодисментов. И, в принципе, сегодня всем все понравилось. Альметьевск представляла сборная вузов. Самые яркие ребята из городской студенческой лиги. Как говорят они сами, КВН – это часть жизни каждого любителя хорошего юмора. Но в первую очередь бескомпромиссная борьба и бесконечные репетиции. Готовились мы каждыми днями усердно. Каждый день помогали друг другу, писали шутки. В сборную мы попали. Нас порадовало, конечно, что мы попали в сборную. То есть в студенческой лиге мы себя хорошо показали, нас сюда пригласили. В завершении игры жюри определило шесть команд, которые прошли в четверть финала. Ими стали сборная вузов Альметьевска, сборная Бугульмы, команда Бум из Елабуги, Гагарин из Казани, Нитвоя, Казанского федерального университета из Найбережных Челнов, реакция КХТИ из Казани. Уже в начале лета они снова встретятся в Альметьевске, чтобы определить полуфиналистов. Ангелина Хабибулина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ. А теперь о погоде на пятницу. 12 апреля в Альметьевске ожидается ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 4 градуса, днем плюс 17. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Делитесь своими новостями, рассказывайте о проблемах и задавайте вопросы. Пишите нам на сайте и в соцсетях. На сегодня это все новости. Далее в эфире программа Беркэтме. Резидан Мухамеддинова расскажет, что бывает, если инсценировать ДТП, чтобы получить деньги от страховой компании, а также о том, каким еще хитроумным схемам привигают мошенники. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова